Как развивался отечественный кинематограф? Старинная техника, начиная с 20-х годов. Проекторы, приборы, записи звука собраны в Музее киноаппаратуры Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Правда, современные студенты приходят сюда не поработать на всей этой технике, а скорее на экскурсию, и чтобы познакомиться с историей своего вуза. Доброе утро на Первом канале, включение из Северной столицы. В сентябре 1918 года родился Кит. Так сокращенно называют свою альмаматор студенты. Правда, тогда вуз именовался иначе. Это был Институт фотографий и фототехники. Затем слово «фотография» заменили на киноинженеры, и факультетов стало три. Технический, механический и химический. Но время шло, меняли специальности, появлялись новые направления. Вуз держится, но с одной стороны, естественно, на профессионализме преподавателей, а с другой стороны, на том уникальном сочетании специальностей, которые мы готовим для кино, телевидения и масс-медиа. Преподавательский состав вуза формировали и формируют известные не только в узких кругах имена. Среди прославленных мэтров – Эдуард Разовский, снявший фильмы «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни», Дмитрий Долин, работавший над картиной «Собака-баскервилей», Александр Чиров, известный по фильму «Хроники пикирующего бомбардировщика». Правда, имена операторов, в отличие от режиссеров, часто остаются в тени. Вот и Сергей Ландо скромно рассказывает о своем творчестве. А ведь он известен по фильмам «Зал ожидания», «Маня Жизели», около 15 работ в игровом кино и около 30 в документальном. До того, как я был преподавателем и после, я прежде всего кинооператор и немножко еще режиссер документального кино. А уж совсем в древности я еще занимался тем, что делал авиационные двигатели. Я был еще инженером авиационных двигателей. В 81-м году я поступил во ВГИК. В 87-м году я пришел на Линфильм. И, кажется, в 2001-м году я пришел сюда преподавать. Кафедра операторского искусства существует более 20 лет. А вот Институт медиатехнологий – структура молодая, ей всего лишь 2,5 года. Специальности студенты здесь получают и технические, и творческие. Главное преимущество в том, что попробовать себя можно сразу в нескольких сферах. Мы разбиваем студентов на более мелкие группы, изучаем их мнение, заинтересованность и специализируем их на тех направлениях, которым интересны в данный момент. А за 5 лет учебы или за 4 теперь, когда есть бакалавриат, у них могут поменяться и предпочтения. И мы подталкиваем к тому, чтобы предпочтения менялись, чтобы человек не зациклился на одной звукооператорской технике, которую он выбрал вначале. Кстати, интерес к звуку особенно велик среди абитуриентов. Чтобы попробовал видеосъемку и видеомонтаж, чтобы была возможность понять, как делается компьютерная графика. Вот эта творческая команда, она же съемочная группа, сформировалась пару лет назад. Ребят объединила работу над дипломным фильмом. Никто из них тогда и подумать не мог, что созданная в стенах университета картина возьмет гран-при на конкурсе «Кинотавр. Короткий метр», получит более десятка российских и международных наград и даже будет представлена во внеконкурсной программе Каннского фестиваля. Мы были там без пяти минут выпускники, и нужно было придумать сюжет, некую историю для дипломного фильма. Мы как-то собрались в кафе, сели и стали штурмовать, думать, какой бы мы фильм хотели увидеть, что бы мы хотели вообще увидеть на экране. И из этих наших размышлений, каких-то фантазий родилась эта история. История, кстати, незаурядная. Фильм «Ф-5» о людях, которые выносят на суд зрителя плоды своего творчества и о том, стоит ли идти на компромисс ради славы и всеобщей любви. 30-минутную картину сделали за 30 смен. Я до этого никогда не снимала танец. Потом здесь была попытка какой-то репортажной, MTV-шной съемки. Опять же, много работы со стадикамом я в таком количестве никогда его не использовала. Кстати, фильм «Ф-5» снимался вот в этом зале. Сейчас он оборудован по посреднему слову техники. Цифровые камеры, звуковые и световые системы. А год назад ребята использовали его только в качестве декораций. Сейчас оператор Аня и режиссер Тимофей работают по своим специальностям и готовятся уже к совместному полнометражному дебюту. Юлия Михайловна, Олег Подьячев, Антон Голубев, Валентина Говорушкина и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург. Юлия Михайловна, Олег Подьячев. Юлия Михайловна, Олег Подьячев. Юлия Михайловна, Олег Подьячев. Юлия Михайловна, Олег Подьячев.